Тишлер Задумывая эту выставку, мы выявили несколько тем. Очень важных тем, в котором художник возвращался на протяжении всего своего творчества. Наша большая часть выставки посвящена театру, причем разным эпохам. В 20-м годах начало работы и центральная часть – это середина 30-х годов, работа со спектаклями Шекспира. Чем больше изучаешь, тем больше задумываешься над этими непростыми произведениями, непростыми для восприятия, тем больше значимости ощущаешь в творчестве этого художника. И мне кажется, это вывод художника, который он хочет с нами поделиться. Друзья мои говорят нам, жизнь – сложная штука. Она бывает страшной, она бывает прекрасной и смешной. И у каждого у нас своя роль. Но каждый должен сыграть свою роль, постараться получить от этого удовольствие. Александр Тышлер – это театральный художник. И вот в этом мире театральных художников Александр Тышлер оказался философом, мудрецом. На него смотреть можно бесконечно. И каждая его картина, она имеет самостоятельную живописную ценность. Во всех работах Тышлера есть вот это вот, как будто на всю минуту сделано. И это кайф. Вы знаете, когда вы видите картину, в которой сохранился контакт художника с картиной, как он это рисовал, так сказать, кистью, карандашом, вот эта вот жизнь родилась, и вы ее смотрите один на один. Большая радость. Последняя выставка летом. Последняя, но очень важная. Это тот художник, который, так же, как и Моранди, требует возвращения к себе довольно часто. Каждый год, если мы будем делать выставки этих двух художников, и вы будете приходить к нам, можете считать, что у вас произошла некая профилактика вашего душевного состояния, вашей жизни. Разные движения его кисти или его фломастера впоследствии или любого прикосновения его к предмету становилось жестом художника уникального качества. Поэтому, чтобы не говорить загадками, нужно просто это увидеть. Прийти сюда и увидеть мир глазами Александра Тышлера. Субтитры создавал DimaTorzok